Они тряпки вытаскивали? Мы слышали, да, их не крики о помощи, они в окнах не кирили тряпки, просили помочь. Они не могут кричать, потому что им там, вы понимаете, поэтому они вот так вот машут, машут. Вот, пожалуйста, кровью, представляете, кровью написаны вот эти плакаты. Вот уже вторые сутки в уральской колонии ЧП. Сначала сразу 62 человека вспороли себе животы. Спустя сутки еще несколько десятков заключенных забрались на крышу барака и вывесили простень со словами «помоги». Это весточка о том, что в колонии зэков избивают. Ответы руководства колонии так и не прояснили ситуацию. Адюш, что там вот поесть мало. Который требует сейчас консультации как хирурга, оно будет оказывано. А остальные все легкие. Откуда терапевтируются? Угрозы для жизни нет. На второй день бунта родственникам заключенных предложили создать комиссию и зайти в зону. Со всеми порезанными заключенными встретиться не удалось. По словам руководства колонии, многие сами пошли в отказ. Наконец, о причинах беспорядков делегатам рассказал правозащитник. Они протестуют против действий внутренних войск. Кто спривали? Что? Вещи забрали личные. Выкинули, сожгли. Вещи запрещенные. Только отобрали, запрещенные. А почему сожгли тогда? Сотовый телекон. Комитет уголовно-исполнительной системы готов лишь сухой казенный пресс-релиз. Практика показывает, что противоправный акт совершается с целью воспрепятствования проведению плановых обыскных мероприятий в отношении спецконтингента. Между тем, всего пару дней назад на брифинге в Астане замглавы КУИС Жанат Кушубаев доложил журналистам о положительных изменениях в казахстанских тюрьмах. По его словам, среди заключенных все меньше недовольных режимом содержания. Тогда как правозащитники говорят, что в Уральске арестанты протестуют против жестоких мер тюремной администрации. К слову, в эту тюрьму недавно переведены заключенные из Атырау. Среди них есть и те, кто осужден по так называемому Жаназенскому делу.